приветствую вас друзья приветствую вас из крыма всем вам большой шалом и большое благословение там где вы находитесь ваших городах ваших поселках деревнях записываю такое короткое видео делюсь одними переживаниями наблюдениями которые произошли и так как опять же поступают продолжают поступать еще еще вопросы по этой теме выскажу еще чуть чуть больше то как мне открыто ведь мы делимся здесь на youtube канале нашим не знаниями откровениями в этом есть разница потому что знание это то чему можно пойти и научиться где-то в библейской школе прочитать книгу какой-то учебник но откровение это то что ты получаешь от бога лично как павел говорит я от самого господа принял то что вам передал поэтому эти откровения могут не соответствовать каким-то канонам чьим-то знанием чьим-то учением каким-то вот теологическим пониманием но это откровение и я от себя говорю прямо что я делюсь тем что и я верю получаю от бога вы судите вы взвешиваете вы испытываете и тогда уже или принимаете или нет тут все предельно просто и так что я заметил не так давно я посмел высказаться о моем понимании того что нас ждет этой осенью и о том что я не верю что 20 сентября или там в сентябре-октябре будет восхищение церкви и вы знаете давно я не получал столько оскорблений столько каких-то подколок каких-то укоров от тех кто верят что осенью будет воскресенье вознесение церкви давно может быть последний раз только каких-то оскорблений в комментариях я читал свой адрес только после послания числе 666 если вы помните несколько месяцев назад это было так вот меня удивило то что люди которые считают себя невестой которые ждут что они будут восхищены через месяц или not 20 сентября называется такая дата я удивился что они настолько агрессивные и хамовиты и я подумал может ли быть невеста христова такой вот хамовиты быдловатой сквернословной то есть я не думаю что невеста иисуса христа она будет вот такой когда она будет забрана с земли но невеста иисуса она будет под стать иисусу соответствовать ему а о нем сказано что он страдая не угрожал будучи злословим не злословил в ответ и это удивительно подумайте вот приверженцы восхищения в сентябре но как это выглядит со стороны если вы позиционируете себя как невесту иисуса христа но не должны ли вас проявляться любовь радость мир долготерпение благость доброта милосердие вера кротость воздержание не это ли одежда невесты иисуса христа но если вы оскорбляете хамите просто за то что кто-то не верит в то что вы что в 20 сентября будет восхищение позволил себе усомниться в чьих-то свидетельствах и вот теперь немножко вот по по порядку что мне одна из вещей которая который мне предъявили люди в таком очень нагловатом тоне ты не ждешь иисуса значит ты останешься на великую скорбь и не думай что ты будешь восхищен но это так вот примерно было написано немножко в других эмоциях так вот как то вам сказал что я или кто-то другой кто не верит в восхищение этой осенью не ждет иисуса христа может быть мы не ждем его именно в конкретную дату в которой вы ждете но это не значит что мы останемся но да с одной стороны в библия говорит об ожидающих но если будет восхищение то восхищены будут не столько ожидающие сколько готовые потому что в при в том что иисус рассказывал он говорит что двое лежат на постели один берется другой оставляется явно тот кто лежал и спал не знал конкретной даты но он был готов и он был восхищен кто-то пошли работать в поле один был взят другой остался явно если бы человек ждал в эту секунду восхищения он бы не пошел ни на какое поле не полез на крышу и не лег спать а в белых одеждах бы может быть как россия лист на горе где-нибудь ждал но те кто были готовы они вошли на брачный пир поэтому для себя я прежде всего ставлю не такой вот акцент что бегать ой скоро вот сегодня 20 августа через месяц через месяц мы уйдем с этой проклятой земли на небеса наконец-то уже мы не будем тут мучиться я забочусь о том чтобы мой дух моё нутро моё естество было готово к восхищению а для этого мне нужно облекаться в любовь в праведность в мир в радость в благость вот в эти плоды духа вот в этом мне нужно научиться жить а не в том что я знаю конкретную дату и бегаю как ошпаренный петух и осуждаю всех кто не ждет в эту дату пожалуйста просто вот те кто еще слушает эти свидетельства и думает а что действительно уже придет иисус 20 так а я ничего не успел что мне делать послушайте пожалуйста прислушайтесь своему духу и свидетельству святого духа внутри вас не верьте каким-то видеороликом не верьте ютубу хотя я на ютубе сейчас и транслирую это но я скажу что youtube это вовсе не голос святого духа там столько голосов и только дух святой который говорит в наш дух вот единственный правильный такой вектор на который надо равняться а youtube он может просто подтвердить если вы чувствуете что то что говорю я подтверждает то что вы внутри имеете от святого духа вот значит она работает правильно а если вы от духа святого имеете одно а эти ролики несут вам какую-то чуждую информацию и у вас смущение замешательства как же так у меня этого нет неужели так будет прислушайтесь к тому что внутри вашего духа духа это вот 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 это главный для меня вектор моего духовного водительства и то куда я иду поэтому на сегодняшний день сравнив свое свидетельство сравнить свидетельство людей которых я знаю и доверяю не по ютубу а лично я могу сказать что у меня нету никакого откровения или понимания что этой осенью будет восхищение церкви вот вот ответ дальше значит вы не ждете иисуса было сказано но вы знаете много много лет мы двигаемся в хвале то есть хвала это особый такой акцент на ней стоял сейчас немножечко это меньше но вот все эти годы сколько я себя помню особый акцент на пророческой хвале так вот там через песню я как-то заметил у нас такие слова вот песни что рождаются господь идет приди господь мы ждем тебя грядет он грядет господь грядет бог придет иисус то есть эта тема она во всем сквозила поэтому ожидание господа это не бегание с какой-то датой и доказывание всем что он скоро придет именно вот в эту дату это скорее всего внутреннее состояние всей нашей жизни протяжении всех лет нашей жизни и в дополнение к этому могу сказать что вот библия она написана практически 2000 лет назад ну то есть новый завет новый завет и уже в новом завете были такие вещи апостол горит господь близко готовьтесь господь близко еще немного очень немного и грядущий придет и не умедлит еще немного очень немного господь близко это 2000 лет почти назад написано поэтому ничего нового мы не слышим когда люди говорят, что Господь грядет, да и аминь, Он ближе и ближе и ближе. И 2000 лет назад церковь точно так же ожидала Господа, как и мы сегодня. Понятно, что может быть к нам этот день восхищения будет ли Он, пришествие Господа точно будет. Он ближе, чем к ним. Но если тогда они жили в этом ожидании, ничего удивительного, что мы сегодня живем в еще более остром ожидании Господа. Другой вопрос. Вы блокируете людей, которые пишут то, что вам не нравится на ваших каналах. Это и мне, и Дмитрию, и Деборе уже тоже закидывают. Так вот, смотрите, я лично размещаю информацию, те откровения, что мне дает Господь на этом YouTube-канале. Я не хожу на те каналы, где люди верят в 20 сентября, верят в какие-то печати Антихриста через прививки. И я не пишу там свое мнение, свое такое вот несогласие. Но когда ко мне приходят на мой канал и начинают хамить, грубить, писать какие-то... Знаете, если человек бы еще писал свое несогласие в духе любви и кротости, вопросов нет. Но когда человек с такой вот хамовитостью начинает на тебя просто набрасывать какую-то грязь, конечно же, я блокирую сразу без разбирательств такого человека навсегда. И я уже там не буду копаться, выносить его, потому что я даже и не знаю, как удалять из черного списка людей на YouTube. Поэтому почему? Потому что это мой дом, это моя территория, и здесь я устанавливаю порядки. То есть, кого я хочу тут видеть, кого я не хочу. Так же, как вы у себя дома можете это делать. Другой вопрос, если бы я полез на другой канал и там начал мутить воду, понятно, что это обоснованно, что ты лезешь, ты не у себя дома. Поэтому блокируем тех, я не согласен с темой 20 сентября у себя на канале, но я не хожу на тех, где в это верят и не пытаюсь их переубеждать. Вот такая позиция. Вы, такая тоже была, вот вы неразумные девы, вы, значит, проспите пришествие Господа, разумные только выйдут. И там есть даже сейчас какой-то канал, разумная дева, тоже его везде мне в комментариях пишут, смотрите, срочно. Там вот о восхищении все. Вы знаете, вот в этой притче, я помню, как-то я услышал от, по-моему, рыбы-юзыка такое откровение. В этой притче о девах, пять мудрых, пять неразумных. Пять вошли на брачный пир, пять нет. Там есть еще персонажи, это стражи. Стражи, которые кричали, что Господь, жених, идет. Стражи, которые выглядывали, вот девы ждали, но стражи первыми обнаружили и возвестили. Поэтому не все мы в числе дев. Будут и те, кто в числе стражей. И я ревную быть не мудрой или неразумной девой, потому что они уснули все. Я ревную быть стражем, который не уснул. Не уснул. Это уже не вопрос наличия масла у меня в светильнике. Страж, он бодрствует на стенах, на вратах, на страже Господней. И он не спит. Страж не спит. Поэтому не обязательно быть мудрой или не мудрой девой. Можно быть еще и стражем. И по вере вашей да будет вам. Вот так вот. Поэтому я жду Господа. Я ожидаю моего Спасителя. Это самая большая цель моей жизни. Это то, ради чего я живу. Но я не ожидаю восхищения церкви 20 сентября. Уж простите, если не оправдал чьих-то ожиданий. Что будет 20 сентября? Мой прогноз, это не откровение прогноз, что ничего не произойдет на самом деле. И что скажут эти люди? Ну, что скажут? Что-нибудь еще новую, какую-нибудь дату назначат? Скажут, Бог решил помиловать нас всех и продлил немножко времени. Ну, что-то в таком духе. Была такая мысль даже... Ну, ладно, не буду ее озвучивать пока ни к чему. Вот так вот. То есть, я не верю, что невеста Иисуса Христа, которая будет восхищена, если это вот будет в том, так как мы этого думаем, что она будет такая хамовитая, быдловатая, постоянно на всех брызгать кислотой своих каких-то несогласий и раздражений. Она не будет раздражительная, нервная, агрессивная. Это не невеста Иисуса. Я заметил, что люди, которые плененные Господом, они просто вот увлечены настолько им, что они даже не доказывают никому то, во что они верят. Они просто идут. И когда им говорят, да ты не прав, да, да, все в порядке, ты прав, хорошо. И они просто идут к нему. Поэтому моя миссия, то есть, если люди спрашивают, а ради чего тогда, к чего вы добиваетесь? Намного острее сейчас я чувствую в моем сердце последние лет семь. Точно. Это подготовить путь следующему поколению, которые будут жить после нас. Духовное поколение. Это горит. Это я вижу как актуальная задача Духа Святого для Церкви этого времени. Подготовить платформу и путь для следующего поколения, чтобы следующее поколение Церкви после нас двигалось в глубине, в широте, в высоте, в долготе, в посвящении, в которое мы не вошли. То есть, оставить наследие духовное для тех, кто пойдет после нас, чтобы их начало, их начало, это был наш потолок, чего мы достигли. Вот в это я верю, это у меня горит. Потому что я вижу, что здесь, вот как океан исследованный на 5%, так вот это исследовано на 5% открыто. Здесь столько глубины, которая еще не открылась. И когда мне говорят, да вы останетесь на великую скорбь. Знаете, я так подыграть могу, с лукавым по лукавству его Господь поступает. Я могу подыграть и сказать, но кто-то-то должен служить Богу в темное время. Если будет великая скорбь, и все огненные, святые, настоящие, и свалили с земли. А что будет на земле? А что, земля будет отдана сатане, и пусть уже все загнивает и сгорит потом, знаете, к черту. Кто-то-то будет светить, кто-то-то останется, чтобы служить этому миру. Даже если так будет, как вот верят. Вот так вот. Поэтому всем шалом Божий, который превыше нашего ума, не бойтесь. Не надо колебаться умом, как говорил нам апостол Павел, а насчет пришествия Господа и нашей встречи с Ним. Не спешите колебаться умом. Тем более остался месяц. Если вы готовы, вас восхитят. Если вы ждете Господа только 20-го, мне вас жаль, потому что это образ жизни христианина. Христос в нас ожидание, упование, славы. Если Христос в нас, мы не можем его не ждать. А если мы ожидаем его, мы готовимся всю свою жизнь, в любой момент встретиться с ним. Потому что восхищение восхищением, но бывает, что люди уходят с земли через физическую смерть внезапно. Сел в машину и все, больше из нее не вышел. Сел в самолет, поплыл, покупаться и больше не выплыл. То есть есть разные ситуации. Если я не готов и не ожидаю Господа, ну зачем тогда жить? Поэтому всем вам благодати от Господа нашего Иисуса Христа. Укрепляйтесь в ней. Аминь.